...победу, завоевав 9 золотых медалей из 11. Свидетелем встречи Владимира Путина с боксерами стал наш корреспондент Сергей Бабаев. Владимир Путин, как активный поклонник единоборств, решил не только пообщаться с боксерами-олимпийцами, но и позаниматься. Приехав на тренировочную базу в Чехов, он тут же переоделся в спортивные костюмы-кроссовки, взвесился и познакомился с теми, кто недавно триумфально выступили на чемпионате Европы и будут представлять Россию на летних играх в Афинах. Приветствие у боксеров своеобразное. Просто все нормально, 64 килограмма, чемпион мира, чемпион народа. Олег Саидов, 64 килограмма, чемпион мира, чемпион мира. Чемпион обладатель кубкового баркета. Спарринговал президенту двукратный олимпийский чемпион Олег Саидов. Один другому пытается наступить на ноги. Упражнение учат чувствовать дистанцию. Азы защиты и нападения в боксе, сила и направление удара. Члены олимпийской сборной показали президенту, как правильно надевать перчатки и двигаться по рингу. Владимир Путин в ответ пообещал помочь с высокогорной базой. Возможно, ее возьмут в аренду у Армении, чтобы спортсмены могли повышать выносливость при низком давлении атмосферы. На высоте 2,5 километра. Да! Где Россия? Там! Победа! Мы собираемся в кружочек, беремся вот так вот. Женя говорит, ну что мы им? Мы да! Все, мы лучшие, мы да! Все, ну, такой наш психологический настрой. Настроя на недавнем чемпионате Европы по боксу российской сборной хватило на 9 золотых медалей из 11 возможных. Нашим аплодировали даже чужие болельщики. Поначалу пришло, конечно, чтобы научиться подраться. Уже плавно это переросло уже. В желании постичь дальше, подняться на вершину. Дальше уже какие-то цели ставилось. И там Европа, мир уже захотелось. Олимпийские игры. Я остановился на боксе, попал в секцию бокса и все. И мне что-то это понравилось. Так это было зажигательно все это было. Так, знаете, какое-то такое слово бокс. Такое, что ли, мужское такое. Ближайшее большое дело – Олимпийские игры в Афинах. Из 11 доступных путевых в Грецию российские боксеры получили уже 9. И за оставшееся время обещают добыть еще 2, чтобы наша страна была представлена во всех весовых категориях. Серьезными противниками считают бойцов из бывших союзных республик те же техника, тактика и традиции, сильны и представители острова свободы. Кубинский синдром уже прошел. И ребята поняли, что просто выходить и бить их надо. Вот и все. Из кулака на кулак. Бокс – это искусство. Творите, выходите на ринг, творите. Что хотите там. И делайте, старайтесь делать из соперника своего дурака. Напутственные слова олимпийцы услышали и от Владимира Путина. Нельзя бояться ничего проиграть. Как только начинаешь бояться проиграть, начинаешь проигрывать. Надо просто драться. По желанию удачи в Афинах президент написал прямо на боксерских перчатках. И перед отъездом поговорил с готовящимися на базе в Чехове участниками паралимпийских игр. Соревнования инвалидов пройдут на тех же спортивных объектах, при том же стечении публики, с тем же азартом. Сергей Бабаев, Андрей Леонов, Первый канал. Настроя на недавнем чемпионате Европы по боксу российской сборной хватило на 9 золотых медалей из 11 возможных. Нашим аплодировали даже чужие болельщики. Поначалу пришло, конечно, чтобы научиться подраться. Уже плавно это переросло уже в желание постичь дальше, подняться на вершину. Дальше уже какие-то цели ставился. Европа, мир уже захотелось. Олимпийские игры. Я остановился на боксе, попал в секцию бокса. Владимир Путин в ответ пообещал помочь с высокогорной базой. Возможно, ее возьмут в аренду у Армении, чтобы спортсмены могли повышать выносливость при низком давлении атмосферы. На высоте 2,5 километра. Да! Где Россия? Там победа! Мы собираемся в кружочек, беремся вот так вот. Женя говорит, ну что мы им? Мы да! То есть все, мы лучшие, мы да. Все, ну, такой наш чисто психологический настрой. Мы образные. Просто все нормально, 64 килограмма, чемпион мира, чемпион мира. Олег Саитов, что это 10 килограмм, чемпион мира, но не в 2-3. Почему обладать кубкового борта? Спарринговал президенту двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Один другому пытается наступить на ноги. Упражнение учат чувствовать дистанцию. Азы защиты и нападение в боксе. Сила и направление удара. Члены олимпийской сборной показали президенту, как правильно надевать перчатки и двигаться по рингу. И все, и мне что-то понравилось, так это было зажигательно, все это было, знаете, какое-то такое, ну, слово «бакс», такое, ну, что ли, мужское такое. Ближайшее большое дело – Олимпийские игры в Афинах. Из 11 доступных путевок в Грецию российские боксеры получили уже 9. И за оставшееся время обещают добыть еще 2, чтобы наша страна была представлена во всех весовых категориях. Серьезными противниками считают бойцов из бывших союзных республик те же те. ...победу завоевав 9 золотых медалей из 11. Свидетелем встречи Владимира Путина с боксерами стал наш корреспондент Сергей Бабаев. Владимир Путин, как активный поклонник единоборств, решил не только пообщаться с боксерами-олимпийцами, но и позаниматься. Приехав на тренировочную базу в Чехов, он тут же переоделся в спортивные костюмы-кроссовки, взвесился и познакомился с теми, кто недавно триумфально выступили на чемпионате Европы и будут представлять Россию на летних играх в Афинах. Приветствия у боксеров с В.А.